всем привет с вами андрей вар но что меня назначили начальником тюрьмы поздравляем андрей вар с назначением на эту трудную и неблагодарную должность это на самом деле практически как ютубом заниматься такая же неблагодарная должность тюрьма у нас новая и пока пустая пора это исправлять это конечно же сейчас забьем забьем зэками всю тюрьму мою м смысле не ломать тюрьму а принимать новых заключенных подсказочка подъехала постарайтесь принимать зэков с высокой работоспособности спасибо продолжить миссия номер один призыв это вот как сейчас идет призыв в армию призыв номер один весенний призыв но у нас будет призыв тюрягу короче будем набирать заключенного мне надо нужно принять первого заключенного в тюрьму когда я начал играть и вообще столько кнопок на начальном левеле столько кнопок я вообще на самом деле сразу не понял что куда зачем но самое главное я понял здесь куда бы вы не нажали везде донат вот просто везде с вас хотят 1 или 2 бакса то есть один или два то есть здесь выбор не вели но вы послушайте музычку ностальжи просто ностальжи все ладно все послушали я надеюсь мне авторские права за нее не прилетят на youtube канал короче у нас здесь куча зэков я начал с них выбирать 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 короче я первым делом смотрел на эту работоспособность не смотрел на уровень агрессии на уровне сытости на уровень счастья на я смотрел на эту работоспособность ху из ху кто мне будет херячить кто мне будет арбайтом делать кто мне будет зарабатывать бабос и в итоге я конечно определился самым безобидным вот с этим петухом ну реально ну с виду ну просто самый безобидный зэк вы просто на нижнюю посмотрите на этого мордатого хрен вообще его застаешь работать короче выбрала петухова миссия пройден отличное начало пока вы исправили то конечно справились что тут не справляться две кнопки нажать миссия номер два расширение тюрьма наполняется первыми заключенными но они не должны сидеть сложа руки пускай немного поработают на благо андрея вара то есть на благо вообще если бы канал они конечно развивали было бы вообще круче а если пищу мою группу вк развивали было бы еще круче но тут на благо администрации построите швейную фабрику зима близко а стране потребуется теплые вещи зима близко говоришь зима близко и снова подсказочка чтобы построить швейный цех нажмите на пустую комнату ну короче давайте так будем строить швейный цех это вот когда снимаю видос легко озвучивать что нажмите на пустую комнату а пока я пытался найти эту пустую комнату я чуть не задонатил в эту игру 1 бакс чуть меня не срубили этот 1 бакс вот чуть-чуть вот просто на грани был мне почему-то кажется я понажимал на абсолютно все кнопки перед тем как я нажал на эту пустую комнату но в итоге я нашел эту кнопку которая была просто посредине экрана построить комнату да я все-таки не ошибка умны потому что пропустить вот эту огромную кнопку было сложно короче я нажал швейный цех построил мне прилетело два билета и вообще сразу не знал зачем это а это билеты для того чтобы принимать зэка миссия 3 братья в тюрьмах сидит много людей и у каждого свой характер кто-то любит музыку кто-то выбивать зубы со камерами но конечно это одинаковые вещи кто-то любит слушать музыку кто-то выбивает зубы вообще абсолютно одинаковые вещи мы подметили что одинаковые заключенные работают вместе гораздо лучше постарайтесь разделять тюрьме разных заключенных в игре несколько типов обращайте внимание на фото перед тем как принять помните моего петухова с той рожи сейчас мы ему подберем братью не с такой же физиономии и да все-таки есть такой же физиономии это воронцов работоспособность конечно оставляет желать лучшего но это мелочи главное с одинаковыми рожами подсказка же было явная миссия номер 4 кпд мне почему-то кажется эти зэки не знают что такое кпд а вы знаете что такое кпд ну ладно читаем короче раз у вас до сих пор не начался голодный бунт вы делаете все верно ну конечно же мне блин youtube канал уже развивай да развивай конечно я знаю что делать давайте попробуем увеличить доход вам нужно знать что зэки с высокой агрессии пугает остальных и кпд комнаты уменьшается при этом одинаковые языки увеличивают кпд соберите одинаковых зэков в одной комнате если счастье зэков будет меньше ста процентов это уменьшит кпд я вначале сейчас будем везде держать 100 плюс а на самом деле казалось что трудно держать стопроцентный порог счастья перенести всех зэков швейный цех кпд 50 процентов сделать я за счет того что взял двух одинаковых смотрите на кпд шучку было 38 стало 113 вот это я понимаю кпд а надо было всего лишь 50 вот что мастерски значит выбрать двух петушков ой то есть двух хороших работоспособных зэков и вот после этого стал нелегкий выбор нужно принять еще одного зэка а с такой физиономии как у петухова и воронцова больше зэков нет все остались только матюри убийцы насильники и маньяки и кого же взять медведеву может хорошо конечно я бы взял медведева но не потяну мне кажется не потяну его именно в этот момент когда я думал откуда мне взять бабос и как мне купить одного очередного зэка игра такая чувак чувак давай сделай это купи за один доллар всего лишь один доллар и все зэки будет твои давай но задонать задонать хер никаких донатов но серьезно в этот момент я просто тупо не понимал время было на исходе у меня оставалось меньше минуты для того чтобы принять зэка а у меня просто не было бабоса я такой ну блин ну чё чё за херня откуда взять деньги кого мне продать и игра такая чувак ну давай сделает один доллар это мало за донать нам 5 долларов 5 ё-моё что за фигня я бы куда бы не нажал в этой игрухе везде донат просто везде она пытается с меня срубить донат но тут наконец случилось деньги начали плавать над потолком над потолочком ес плюс 200 бабосиков и в этот момент на последний ну практически на последних секундах я покупаю нового зэка ну принципе на того хотя бы на кого у меня хватает да реально здесь были крутые зэки с хорошей работоспособность с хорошей уровнем счастья еды но но они были очень дорогие как медведев практически поэтому на последних секундах пришлось брать джокера я понимал что это херовая затея но выбора не оставалось миссия номер пять деньги у нас есть две новости хорошая и плохая хорошая заключается в том что мы теперь можем зарабатывать деньги плохая удивительно но заключенные постоянно хотят есть и как оказалось их нужно кормить грустно но правда при том жрут они очень много сразу по моему по 50 бабосиков по 50 баксов да я в неделю столько не трачу на еду какого хера зэки тратят 50 баксов на то чтобы пожрать но это очень много снова подсказочка когда зэк проголодается у него над головой появляется облачко с едой нажмите на него охеренно охеренно блин а у него еще облачко принести мне деньги не появляется мимо еды над заключенными будет висеть кровать это то что они не хотят больше работать и хотят спать а в то же время будет висеть break что они не хотят есть они не хотят от поскольку они хотят работать веро себе они хотят работать вова смотрите моего петуховы начали яр asta это когда у него агрессия маленького от этого здорового лысого агрессии огромное Петухову не подфартило И соответственно надо их между комнатами перекидывать Кстати вдруг кто не знает как в этой игрухе заработать 5000 бабосиков Надо просто на своей странице в ВК эту игруху распиарить И все 5000 бабосиков и прилетело мне на счет Нормально, можно тратить, можно жить Чтобы расширить тюрьму нажмите кнопку с изображением здания в правом нижнем углу Наконец-то хоть конкретная подсказка куда нажать А то я помню как комнату искал полторы минуты Вот это был нонсенс Короче, ну что, давайте расширяться Давайте построим сбоку еще одно здание Отлично, миссия выполнена У нас сбоку появилось такое же здание как и наше предыдущее И теперь мы здесь можем построить Нет, нам надо строить караулку для того чтобы выполнить этот дурацкий квест Но в то же время в этой караулке мы сможем набирать ментов Которые будут следить за тем, чтобы мои петуховы не страдали Чтобы их не пиздили на каждом углу Миссия 7, Кнут Зачитывать не буду, я прочитаю только подсказочку Чем выше у копа авторитет, тем лучше Работают зэки Эту подсказку я читаю для вас, потому что первоначально я ее пропустил И нанял двух отстойных копов, у которых 11 и 14 процентов авторитета Они чмошники Они никто Мои рабочие после этого перестали вообще работать Ага, да, помимо того, что они еще просят есть, так они просят постоянно вызывать их на допрос и платить им за это То есть за каждый допрос я им доплачивать еще 20 бабосов должен Охеренно зэки устроились Не, я конечно понимаю, что тебя здесь пиздят в этой тюрьме, но нахрена тебе дубинка-то? После его этих тупых вопросов я его попытался отправить пыточный Но блин, у меня пыточный нет, ему реально очень сильно повезло Но когда-нибудь я ее построю И тогда посмотрим, как Петухов закукарекает Самое парадоксальное, что мне за каждого заключенного надо платить То есть я не могу просто так его взять Мне за каждого заключенного надо платить То есть это что за херня? То есть кому я плачу? Государству, что его беру на поруки? Или заключенному плачу, что он ко мне приходит и нихера не делает? Короче, не доработочка Заключенные должны доставаться задарма А лучше еще с деньгами приходить, чтобы я их брал Короче, вот такая игруха Мои зэки тут потихонечку работают Приносят мне бабос Ну а мы на сегодня будем закругляться Если вы в нее играете, то ставьте лайкосики Если не играете, то нет, не ставьте дизлайки Просто скачивайте эту игру Ну а с вами был Андрей Вар Как всегда, всем пока!